Итак, друзья, первые две фишки, они очень крутые. Если вы научитесь пользоваться только этими двумя фишками, то у вас уже не будет проблем в том, чтобы начать беседу с красивой девушкой. Что это за фишки? Все очень просто. Это уверенный контакт глазами и вовремя улыбнуться. Но не путайте простоту и легкость мастерства. Потому что многие парни думают так, о, я буду на нее смотреть и улыбаться все время. Ну да, делай так, и она подумает, что ты психопат. Поэтому, господа, мы тут не для этого собрались. Надо разобраться, в чем же разница между уверенным взглядом и просто таращиться. Итак, уверенный взгляд это примерно 1-2 секунды. Многое зависит от вашей культуры и где вы находитесь. Это также может быть 2 с половиной секунды. Другие люди могут смотреть 3 четверти секунды. И на самом деле разница есть. Если говорить о визуальном контакте, то такие вещи как микросекунды, они играют большую разницу. А также у этого есть и вторая сторона. Это то, как вы реагируете на визуальный контакт. Очень многие люди, и в том числе многие мужчины, инстинктивно смотрят вниз или отвернутся в сторону. Мы чувствуем стеснение и неловкость. Поэтому надо начинать практиковаться. Да, может будет не получаться или это не будет работать, но когда это начнет получаться, да, парни, тогда ваши старания окупятся стократно. Еще один совет. И это трогать себя за волосы. Когда девушка теребит себя за волосы, то мы понимаем, что она может немного волнуется. Она думает о том, как она выглядит. Она заинтересована в человеке, с которым разговаривает. Но знаете что, парни, это работает в обе стороны. И это идет из самих инстинктов. Это успокаивающее движение, когда мы рядом с кем-то и чувствуем себя слегка взволнованным, потому что мы хотим впечатлить. Она на это ведется, так что не останавливайся. Им это нравится. А теперь внимательно смотрим на мое лицо. Заметили? Легкое поднятие бровей. Мне нравится этот жест, потому что он работает в обе стороны. И мужчины и женщины, когда они видят что-то, в чем они заинтересованы, они поднимают брови. Заметили такой жест? Это хороший знак. Далее это трогать себя за подбородок или поглаживать бороду. Это означает, что вы думаете, то есть вы используете свой мозг. Непонятно, почему женщины находят это привлекательным. Потому что большинство мужчин в какой-то мере думает. Но, тем не менее, когда вы так делаете, то она это воспринимает как то, что вы слушаете, и ей это нравится. А, да, если с вами сидит девушка и гладит вас по бороде, это совершенно другой уровень. Следующий жест языка тела, который нравится девушкам, когда вы ее увидели, вы поправляете свою одежду. Вы как бы желаете убедиться, что вы выглядите наилучшим образом. И когда вы делаете эти незаметные движения, она на них ведется, и им это очень нравится. Следующий жест это такое клише, но он по-прежнему неотразим. К тому же этот жест может вас сделать в два раза привлекательнее для девушки, которая раньше вас даже и не замечала. Что же это? Раскачивать плечами, когда вы идете. Да, это реальная вещь, мы это видели в мультиках. Джонни Браво. Он появляется в комнате, такой весь накаченный, с огромными руками. Ребята, это работает. Но почему это работает? Я проводил исследование, и тут все дело в пропорциях. Когда вы идете и двигаете плечами, вы привлекаете к ним внимание. И девушка это сразу замечает и высчитывает ваши пропорции между плечами, грудью и бедрами. Она ищет форму латинской буквы В. Это не обязательно должен быть бодибилдер. Уверен, что те, кто качается, скажут, что дамы на это ведутся. Но для простых парней, если у вас есть силуэт буквы В, то у вас все хорошо. Так, а что если у вас есть немного лишнего веса где-то в середине? Ребята, я уже это говорил, сила пиджака или вы можете надевать одежду, которая вас тренит. В худшем случае у вас форма квадрата. Но вот чего точно стоит избегать, это круг. Это считается наименее привлекательным. Есть, конечно, способы это преодолеть, некоторые скажут толстый кошелек, не буду с этим спорить. Но даже если у вас хорошая фигура, то в любом случае накиньте пиджак. Он сделает четкие границы и нарисует точки тут на плечах, куда будет стекаться внимание. Так что да, парни, эта фишка может сделать вас в разы привлекательнее. Смело пользуйтесь ей в свою пользу. Заметили? Ребята, сейчас обсудим губы. Дамам очень нравится, когда мужчина облизывает свои губы. Как бы то же самое и у мужчин. Мы находим очень привлекательным, когда девушка прикусывает губы. Как думаете, зачем девушки красят губы? Вообще губы это что-то из очень первобытного. Часто животные люди, мы можем что-то узнать о человеке, когда мы приближаемся, нюхаем запахи, трогаем или пробуем на вкус. Вы когда-то целовались с кем-то и потом понимали, что что-то не так во всем этом. Примерно как Морти с его мамой. Помните этот момент? Надеюсь, у вас никогда, конечно, таких случаев не было. Суть в том, что мы можем многое понимать, когда видим такие детали. Например, о состоянии человека. Если он кусает губы, то он может нервничать. Или может у него какие-то проблемы со здоровьем. Работает ли это точно? Ну, не прямо на все сто, но такие примитивные сигналы говорят нам подойти поближе к человеку или держаться подальше. Следующий жест, который они считают неотразимым, это плавные, спокойные, уверенные движения. Когда мы держим себя в руках и делаем дело. А не дергаемся, мечемся из угла в угол и не находим себе места. Почему? Потому что это их заставляет волноваться. Они начинают думать, окей, что происходит? Этот парень мечется из угла в угол, что он знает, а я нет. Мы люди так устроены, что мы постоянно ожидаем какую-то опасность. И если она выглядит тревожно, потому что ты выглядишь тревожно, думаешь, она может о чем-то еще думать? Она думает только о том, что пора бежать отсюда. В то время, если ты спокойн, собран. Это успокаивает и других людей. И когда ты чем-то занят, она начинает думать о том, что бы она хотела сделать вместе с тобой в спокойной обстановке. Этот пункт очень простой, хорошая осанка. Расправь плечи. Когда у тебя хорошая осанка, то это признак здоровья. Очень просто лечиться красивой одеждой, которая на вас хорошо сидит и расправлением плечей назад. Ходите в зал по утрам. Есть упражнения, которые вы можете делать, но я настоятельно рекомендую. Если вы работаете за компьютерами и часто сутулитесь, то вам стоит обратить на это внимание. Потому что это выглядит непривлекательно. Ну а что, если вы просто хотите расслабиться? Разве всегда надо ходить, словно шпагу проглотил? Нет, не надо. Вы можете откинуться на спинку стула и расслабиться. Но опять же, не надо сутулиться. Вам просто надо откинуться назад на спину в открытой позиции. Потому что открытая поза, она в целом привлекательна. Она говорит следующее. Что вы хотите занять пространство, и вы не стесняетесь других. Мы разобрались с круглой спиной, ну а что насчет того, когда вы наклоняетесь? Это, в принципе, может сыграть вам на руку. Потому что если вы это делаете, когда она говорит, то вы тем самым показываете интерес. Вы хотите к ней приблизиться, чтобы лучше слышать. Помните, мы говорили о зрительном контакте? Так вот, когда вы слушаете ее, то вы можете спокойно смотреть ей в глаза большую часть времени. Да, вы можете оглядеться по сторонам или на других людей, если они есть вокруг. Но примерно 50-70% времени вы устанавливаете зрительный контакт и наклоняетесь к ней, показывая тем самым интерес к тому, что она говорит. Какое видео смотреть дальше, как насчет правил зрительного контакта? Каждому парню необходимо знать эти правила. Потому что они пригодятся вам, начиная с рабочего места и дальше. Так что рекомендую вам смотреть видео прямо сейчас.